1901 год. Это год, когда 19-летний Пикассо открыл свою первую выставку в Париже. Тесла в этом году 45, и он уже 11 лет занимается изучением переменного тока, который впоследствии будет использовать 95% человечества. Но она сделана не по его чертежам, и в ней течет ток постоянный. В России еще правит царь, зреет революция, а среди мировых светил электрификации идет война за мировое господство. Многие скажут, что победил Тесла, но есть нюансы. Этот нюанс обычная лампочка, которая горит уже 118 лет, практически без перерыва в Калифорнии в пожарной части в городе Ливермор, США. Она выключалась всего несколько раз, всего на несколько минут в 30-х годах во время перебоев с электричеством. В 1976 году, когда ее переносили в другую, более новую пожарную часть, К слову, это был целый эскорт, в котором участвовали пожарники, полиция, капитан пожарной части, а за ее вкручиванием наблюдала целая толпа народа в течение суток. Уже тогда умельцы организовали онлайн-трансляцию, и уже тогда она стала становиться культом. На сегодняшний день эта лампочка пережила уже три веб-камеры наблюдения. Приблизительно в то же время была сформирована целая комиссия, которую назвали Ливерморджский комитет вековой лампочки. Ну а пока 1901 год. Никола Тесла уже проводит свои опыты с переменным током, который позволит сэкономить человечеству много электричества. Но на рынке электрификации еще господствует Томас Эдисон. Именно Томас Эдисон запустил электрификацию, но лампочка изготовлена не по его чертежам. Ее сделала компания Shelby Electrics во главе с Адольфом Шайе. Средняя продолжительность жизни обычной лампочки приблизительно 1500 часов. Этого месяца. Светодиодные лампы служат дольше. Это приблизительно 3,5 года. Эта лампочка Shelby Electrics светит уже более 1 миллиона часов. В 1901 году маркетологи делали упор на долговечность товара. И Адольф Шайе включился в эту игру. Он создавал изделия отменного качества. Он добился такой репутации, что все считали качество его ламп очевидным. В следующую декаду компания продолжала выводить новые продукты. В начале 20 века акценты в маркетинге смещаются в другую сторону. Производители хотят процветания своего бизнеса и начинают экономить на долговечности товара, чтобы стимулировать повторные покупки. В 1924 году крупные компании Osrop General Electric Philips организовывали фойбус-картель, которые по официальной версии должны были устанавливать стандарты производства лампочек. Но по факту продолжительность жизни лампочки была сокращена до 1000 часов. Хотя Эдисон еще 10 лет назад увеличил срок службы лампочки до 1200 часов. Те, кто производил продукцию, не соответствующую этим стандартам, могли быть оштрафованным. Господство этого монопольного картеля, который препятствовал проведению исследований в области более износостойких ламп, продолжалось до Второй мировой войны. И этого оказалось достаточно, чтобы сбить с ног таких игроков, как Адольф Шайе. Shelby Electric Co. еще продолжает вводить в следующую декаду новые продукты на рынок. Но вскоре другие компании начинают использовать вольфрамовые нити в производстве лампочек, а у компании Shelby Electric не хватает ресурсов, чтобы перестроить производство. И в итоге их покупает компания General Electric, а выпуск их лампочек останавливается. В 1972 году начальник пожарной инспекции, удивленный бесконечно горящей лампочкой, обратился в местную газету. И это событие создало резонанс в обществе. Пожарные уже давно относились к лампочке, как к легенде, но никто не знал, сколько эта лампочка горит и откуда она взялась. Майк Дунстон, репортер из местной газеты, взялся узнать историю этой лампочки и откопал довольно занимательную историю. Лампочка была куплена в конце 1890-х годов неким Денисом Берналем. На тот момент Денису Берналю принадлежала первая энергетическая компания Livermore Power & Water Co. После продажи компания Денис пожертвовала эту лампочку местной пожарной части. Следует учесть, что на тот момент в США освещались всего лишь 3% домов, и лампочка была достойным пожертвованием. Сначала она просто лежала с пожарным инвентарем, потом посветила в мэрии, после чего вновь вернулась в пожарную часть. С тех самых пор электричество тушилось очень редко, за исключением того случая, когда пожарную часть перестраивали, и лампочка не горела целую неделю. Секрет долголетия этой лампочки пытались объяснить профессоры физики Дебора Эмкадз. Она купила подобную лампочку в 2007 году и начала ее пристально изучать. Толщина нити была такой же, 0,08 мм, но ее плотность в 8 раз больше, чем у современных лампок. Также она предположила, что причиной долголетия могло быть то, что ее редко выключали и включали. Еще про лампочку известно, что в ней находится угольная нить, а стеклянный корпус плотный и выдут вручную. Также в тот период компания Shelby использовала в качестве полупроводника углерод. Сегодняшнее изделие чем дольше горят, тем нит быстрее изнашивается, и она перегорает. Изделия Shelby и электрик много лет чем больше нагревались, тем сильнее горели, хотя сегодня она дает всего 4 Вт. На сегодняшний день жители Ливермола помнят наизусть все темные дни, когда лампочка не горела. И такое отношение к вещам удивляет и вдохновляет. Всем спасибо, еще много всего интересного, не забывайте подписаться.